Это только в будни. Здесь тишина и покой. В выходные число желающих отправиться за Волгу напоминает по масштабу очередь мавзолей. И как в любой очереди здесь одновременно царят пессимизм и надежда. Я боюсь, что не хватит. На отбораешь приезжать за час, наверное, за полтора. Я пришла за 40 минут до отправления парохода. И мне уже не хватило билетов. То есть 8 часов билетов в кассе уже не было. Нам хватило билетов. Мы полшестого их взяли. Ничего себе. Полшестого, да. Вот чтобы сейчас уехать. Да. Заранее знали, что будет тяжело с билетами, поэтому взяли. В прошлый раз же не хватило. Да, всем часов уже не было. Отдых на Волжских берегах у самарцев популярен как никогда. Самарское речное пассажирское предприятие только в прошлом году перевезло больше миллиона человек. За несколько лет пассажиропоток увеличился в два раза. Самые загруженные маршруты до Рождественной и Ширяева. Но если вы все же попали в Волжскую Швейцарию, расслабляться не стоит. Билет обратно до Самары можно купить только на месте. И только за полчаса до отправления судна. То, что мероприятие это больше напоминает лотерею, где повезет не всем, предупреждает и красноречивая табличка на кассе в Ширяево. Пока эту практику в речпорте менять не собираются, хоть и признают, что проблемы есть. На наиболее напряженных маршрутах мы уже сейчас сталкиваемся с дефицитом провозной способности. Но имеем возможность выходить из этой ситуации, назначая дополнительные рейсы. В планах система электронной регистрации билетов. Но пока проблема решается не так стремительно, как растет пассажиропоток. Каждые выходные предприятие перевозит 10-15 тысяч человек. Для такого количества речного транспортного парка недостаточно. Альтернатива есть, но прямо скажем, не дешевое водное такси. Чтобы отдых на Волжских берегах не превратился в разочарование, самарцам советуют заранее планировать путешествия и по возможности избегать поездок в пиковые часы. В субботу с 9 до 12 часов из Самары и начиная с 15 часов дня в воскресенье за городом. Олеся Корецкая, Станислав Левин, Константин Головин. События.